Всем привет! Это 106 выпуск подкаста OldGames.ru и его ведущий Virgil. Иди Маус. Если в чем компьютерные игры и отличаются от консольных, так это в частой возможности выбрать разрешение экрана и изменить графические настройки. Эта возможность есть почти во всех 3D играх, да и во многих 2D проектах тоже. Если ваш ПК слабоват, то можно выбрать разрешение пониже и настройки графики пожиже. Если вы сделали апгрейд и конфигурация позволяет, то наоборот выставить все ползунки на 11. И тут долгое время консоли не могли угнаться за компьютерами. Такой четкой картинки нельзя было добиться на телевизоре. Если вы, скажем, хотели играть в Full HD на ПК, то такая возможность была уже в конце 90-х, когда появились мониторы с таким разрешением и игры вроде Quake 3, которые их поддерживали из коробки. Вопрос стоял лишь в стоимости остальных компонентов, которые бы помогали запустить игру с адекватной скоростью. Но если не брать такие крайности, то даже типовые машины в те годы показывали картинку в 768, 1024, а где-то и 1200 точек по вертикали, при том, что на приставках до 2006 года все застряло на отметке в 480. Это в 4 раза меньше. PlayStation 2, самая продаваемая приставка в мире, все 13 лет своего существования, с 2000 по 2013, показывала людям картинку в 640 на 480, с единичными исключениями. А уже к концу 90-х в ПК-релизах стало нормой иметь отдельный пункт настройки графических опций, где можно было поменять все, от разрешения и глубины цвета до качества текстур, объектов, теней и тех или иных спецэффектов. С приходом популярных 3D-движков казалось, что разработчики соревнуются не только в технологиях, но и в числе способов все это тонко настроить. Но буквально за 5 лет до этого ничего еще не было. Путь к тому, что сегодня воспринимается за само собой разумеющийся, проходил через терновые кусты, заросли крапивы и борщевичные поляны. Если вы откроете каталог DOS игр, то подавляющее большинство игр для этой платформы использовали 3 графических формата. CGA, EGA и VGA. И чаще всего они использовали один и тот же размер изображения. 320 точек на 200, что не отличалось от размеров картинки на других системах тех лет. И так продолжалось до второй половины 90-х. Тот же Doom или Eretic, Master of Magic и Jugged Alliance, XCOM и Dune 2, Full Throttle и Blackerfall использовали это низкое разрешение. То есть долгое время пользователи ПК имели одно и то же разрешение и не имели возможности поменять его в игре, будь у вас хоть какой монитор, видеокарта или процессор. И находились в той же позиции, что и обладатели консолей или IBM несовместимых компьютеров. Если вы хотели иметь хорошие цвета и совместимость, то ваше окно в виртуальный мир имело габариты 320 на 200. Или все же нет. Возможность иметь разрешение выше была почти с самого момента появления IBM PC, но шла с несколькими, но в комплекте. Уже в 80-е появились сторонние модели видеокарт со своими стандартами, но они не использовались в играх и предназначались для профессионального программного обеспечения или просто не получили распространения. Да и что говорить про сторонние компании. Ведь сами IBM представили карту Professional Graphic Adapter, которая позволяла видеть до 256 цветов в разрешении 640 на 480 уже в 984 году. Она также имела обратную совместимость с CGA, но стоила новая профессиональная карта аж 3000 долларов, то есть как новый IBM PC компьютер целиком. Плюс вам бы понадобился новый монитор, который также необходим для поддержки такого режима и добавьте еще 1300 долларов. Не стоит говорить, что этот вариант популярным не стал. Но за высоким разрешением далеко ходить было и не надо. CGA или Color Graphic Adapter, который появился при начале продажи IBM PC, имел несколько встроенных режимов графики. Самый известный это конечно же режим номер 4 в 320 на 200 точек с четырьмя контрастными цветами из палитры 16. Его с разными вариациями использовало большинство игр и приложений до начала 90-х, но также CGA могло показывать высокое разрешение 640 на 200. Это было не широкоформатное разрешение, просто оно растягивалось по вертикали. В нем вы могли иметь всего два цвета, то есть черный и другой. Здесь все зависело от монитора. Это мог быть и зеленый, и янтарный, и серый. Да, это было монохромное разрешение. CGA появился в 81 году, но уже в следующем 82 году появился сторонний адаптер от компании Hercules и он позволял видеть на экране целых 720 на 350 точек, но всего лишь в двух цветах. А также эта карта имела режим эмуляции CGA, так что пользователь получал больше места для текста и какую-никакую графику. С одной стороны, это было больше, чем стандартная 320 на 200, а с другой, далеко не все разработчики игр хотели создавать дополнительную графику для этого режима и изощряться с конверсией в монохром. Да, монохромные карты и режимы 80-е пользовались популярностью. Почему? Да, потому что монохромные мониторы стоили дешевле цветных и давали лучшую четкость, цвет и разверстку для работы с текстом. А большие разрешения помогали уместить больше этого текста на экране. Другое применение – это ранние ноутбуки, у которых экраны чаще всего были именно монохромные. Их можно было встретить до середин 90-х. Следующий по очереди стандарт назывался Enhanced Graphic Adapter или сокращенно EGA и появился как апгрейд CGA в 1984 году и поддерживал как режим совместимости с CGA в 320 на 200, так и совершенно новый режим в 640 на 350 с 16 цветами, выбираемых из палитры в 64. Для этого надо было иметь карту со 128 килобайтами памяти, а также для нового разрешения вам понадобился бы и новый монитор, так как старые поддерживали только 200 точек высоту и 16 цветов. 640 на 350 довольно странное разрешение, но найти примеры его использования довольно просто. Конечно, для трехмерной полигональной графики это было проще, чем перерисовывать растровую, и поэтому проще найти примеры из разных 3D симуляторов или стратегий, чем для квестов и аркад. Кстати, компания Геркулес стала достаточно успешной, чтобы в апреле 1987 выпустить и цветной адаптер InColor. Он мог показывать уже 720 на 350 и 16 цветов, имел обратную совместимость с обычной Геркулесовой картой, но он получил применение в единичных случаях, хотя выглядел получше, чем CGA и EGA варианты и особой популярностью не пользовался. Ну и в том же 1987 году появился самый известный нам вариант VGA. Он поддерживал как разрешение 320 на 200 и имел обратную совместимость с более старыми форматами, но в нем также был добавлен и режим 640 на 480 с 16 цветами, выбираемых из палитры 18 бит. Минимальное количество памяти здесь составляло 256 килобайт, однако большая часть VGA игр использует стандартное разрешение, известное также как режим 13H 320 на 200, 256 цветов. Но использовали его в первую очередь ради совместимости и из-за простоты его применения. Впрочем, найти игры и в 400 точек по вертикали не так уж и сложно. Во второй половине 80-х компания IBM попыталась отойти от открытого формата IBM PC и стала создавать новую, хотя и совместимую платформу PS2 и аксессуары для нее. Одним из них стал адаптер IBM 8514. Платформа, как и видеоадаптер, не смогла стать новым стандартом и есть информация лишь про одну игру, созданную с его поддержкой. Это Majong 8514, но зато в нем были впечатляющие 1024 на 768 точки и 256 цветов, и это в 91 году, когда многие еще сидели на EGA графике, а у кого-то и ее не было. Изменения пришли в 87 году, когда появились первые супер ВГА карты. Они были основаны на еще новом на тот момент стандарте ВГА, но расширяли его оттуда и название. Уже тогда были карты, которые поддерживали большее разрешение и большее число цветов, но долгое время их не использовали в играх. Сначала они были просто дорогие, а потом не было единого стандарта, как это было до этого времени. И к началу 90-х было уже несколько десятков производителей разных карт, и кроме известных всем ATI или Realtek, были куда менее известные компании. И встал вопрос о том, как все унифицировать, чтобы всем не приходилось изменять игру для особенностей всех этих SVGA карт. Поэтому появились программы, например, UniWBE, то есть Universal Video BIOS Extensions, которые позволяли работать с видеокартами быстрее и эффективнее, приводя BIOS видеокарт к общему стандарту под названием VESA. И он отвечал именно за то, что было границами ВГА, то есть разрешение выше 640 на 480 и 16 цветов. А до появления Windows эти режимы часто называли VESA совместимыми. Одним из толчков к массовому улучшению видеостандартов стало появление Windows, причем речь о версии 3. Она стала популярной, люди оценили рабочий стол и многооконный интерфейс, выпадающий меню, возможность увеличивать, уменьшать окна программ, ну, по DOS-ам такого-то и не было. Оценили встроенные мультимедийные способности, возможность запуска не в командную строку или в Norton Commander, а многооконный рабочий стол в достаточно высоком разрешении. Но здесь сразу стало необходимо сделать это, чтобы окна отрисовывались быстро, а ограниченная скорость процессора и памяти видеокарт тому мешала, не говоря уже и про медленную 8-битную шину ISA, по которой передавались данные. После этого стали появляться Windows-акселераторы, то есть видеокарты, заточенные под работу с Windows, в которых было достаточно много памяти и которые поддерживали достаточно высокие разрешения. Я думаю, можем рассказать про игры, которые первыми поддерживали вот эти высокие разрешения, выше 320 на 200, и, наверное, одним из первых считается разработчик, которого мало кто знает. Компания звалась Morav Games. Если мы хотим поговорить про первые SVG-игры, то это компания одного человека, Стива Моррофа, который сделал кучу игр, много казуальных, паззлов, маджонга, у него были и RPG-игры, и выглядят они очень своеобразно. Но все они поддерживали разные разрешения, разные видеокарты, огромный список, и это был конек его продукции. В том, что он самым первым сделал SVG-маджонг, и позже сделал такой же маджонг для Windows, уже в 16-битном цвете, чем обеспечил себе продажи на какое-то количество времени. Есть такой жанр, как стрелялки танков с видом сбоку на генерируемом ландшафте, и одной из самых популярных игр в этом жанре является Scorched Earth, или Выжженная земля. Нельзя сказать, что она сильно отличалась от аналогичных игр, но серьезный аргумент в ее пользу – это поддержка SVG. Эта игра была в 640х480 и 256 цветов, при этом основной плюс заключался в том, что можно было использовать всевозможные градиентные заливки фона, ну что выглядело довольно симпатично, но вряд ли могло доставить такой уж восторг. Еще одна ранняя игра, которая поддерживала SVG-режим – это пинбол. Да, пинбол вряд ли кто-то отнесет к графически впечатляющим играм, но игра под названием Solid State Pinball 300, где был всего лишь один стол, поддерживал вот этот режим уже в 1991 году. Игра работала как под DOS, так и под Windows 3.1 и поддерживала до 256 цветов, хотя, конечно, графики здесь было, прямо скажем, немного. Microsoft Flight Simulator всегда шел в авангарде с точки зрения своих технических возможностей, и количество поддерживаемых видеоустройств не было исключением. Уже третья часть поддерживала достаточно высокие разрешения и даже нестандартные карты, вроде Hercules Encourer и Paradise EGA. Пятая же часть этого симулятора исключительно гражданской авиации предлагала владельцам Pentium, а на 1993 год их было еще немного, включать SVG-режим и наслаждаться картинкой в 640 на 400 и 256 цветов. Видно, это было далеко не везде, так как мир симулятора был довольно пуст и в те годы включал текстуры и 3D-модели построек только в отдельных зонах. Если же вы хотели большего, то надо было докупать DLC, то есть целый комплект дискет с ландшафтами, аэропортами, монументами и городами. Но все же SVG-картинка выглядит почетче, а приборная панель самолетов более детализирована. При том, что это честно трехмерный мир в реальном времени и здесь можно встретить даже другие самолеты. Если перенестись на год позже, то в 1994 году Microsoft представили Space Simulator. Называть это игрой в полном смысле слова тяжеловато. Хотя здесь можно пилотировать различные космические аппараты, конечных целей миссии не так много вариантов. Скорее проект носит созерцательно-просветительский характер. Узнать больше о планетах, ракетах, о звездах и о самом космосе. Взлететь с мыса Канаверал и приземлиться на Луне, идя по стопам экипажа Аполлон-11. Но для нас главное, что в Space Simulator использовался тот же трехмерный движок, где увеличили разрешение аж до 800 на 600 точек. Что было возможно, так как космос довольно пуст и тут нет необходимости все текстурировать, рисовать какой-то пейзаж, ну кроме туманностей где-то вдалеке. И все выглядело очень прилично. Гоночные игры стали одними из первых, где состоялся переход из 2D в 3D. Стоит только вспомнить Hard Driving от Atari, которое удивило всех быстрой полигональной графикой в 1989 году. За ней последовали и другие, и одной из знаковых игр на ПК стал NASCAR Racing от студии Papyrus. Соревнования по кольцевым гонкам на закрытых трассах, где пилоты выступали на модификациях серийных автомобилей. Очень популярная и чисто американская вещь, типа бейсбола или американского же футбола. Но это был один из первых серьезных и полноценных автосимуляторов. Мало того, что в игре был ВОЗ и маленькая тележка настройка реализма и регулировки параметров самих машин, так и графика в NASCAR была передовая. Полигональная, с полным текстурированием, эффектами погоды и много чем еще. Все это можно было поменять в самой игре. А если запустить ее с параметром H, то NASCAR запускался в режиме 640 на 480. И для своего времени она выглядела с ног сшибательно. Правда, она также выбивала дух из любого компьютера в те годы, потому что требования сразу возрастали. Не зря это была одна из первых игр, поддержка которой рекламировалась производителем 3D-ускорителей, компании Матрекс. Некоторые производители игр указывали особенности своих продуктов прямо на коробке, а некоторые не гнушались ставить их даже в названии, чтобы не заметить было нельзя. Super VGA Harrier одна из таких игр. На самом деле это улучшенная версия игры Harrier Azoad 92 года и отличается она, конечно же, поддержкой SVG. Это был авиасимулятор современной боевой авиации, а именно самолета AV-8 Harrier, работающего с авианосцев. А также эта игра посвящена актуальной на начало 90-х теме конфликта Индонезии и Восточного Тимора, который в итоге обрел независимость. Игра использовала режим 640 на 480 точек и 256 цветов, правда без текстур, а с заливкой полигонов, заставками и рок-саундтреком, как в каком-нибудь Top Gun. По непонятным причинам через год ее переиздали на консоли 3DO под названием Flying Nightmares, где добавили текстуры, но и разрешение стало пониже. Наверное, самым неожиданным жанром, где нашли применение высокие разрешения, стали варгеймы. По сути, это были конверсии пошаговых настольных игр, где симулировались какие-то битвы и сражения на стратегическом или тактическом уровне. В них были комплексные своды правил, свои системы экономики и всегда ограничения по ходам. Этот жанр стал одним из первых на компьютерах и мало изменился с годами. Но поскольку у них были очень небольшие требования с точки зрения отрисовки графики, то поддержка высоких разрешений стала возможна и не была особенно затратной для компьютера. И здесь можно привести много примеров, но в компании Fritz60 Pacific взяли на вооружение новые стандарты SVGA, чтобы было видно больше карты. Точнее, их разрабатывала компания Atomic Games, будущие создатели серии Close Combat. И несколько игр, которые они создали в те годы, например, такие как V for Victory и особенность игра про Сталинград, использовали новые стандарты. Она посвящена Сталинградскому сражению 1942 года, и если вы хотели узнать про нутроис эмулятора и его правила, то посмотрите на руководство, где на 200 с лишним страницах доступным языком испложены все его аспекты. Удачи с этим! Но что было интересно, то что в нем предлагались видеорежимы от 640 на 480 до 1280 на 1024, и это в 1994 году. Какие богатей тогда имели подходящие мониторы и видеокарты для этого, остается загадкой. Самым крупным из них все становилось даже слишком мелко, хотя в этом случае вся игровая карта умещалась на экране. Еще одной ранней игрой в высоком разрешении и с SVG графикой стала особая версия Battle Chess от Interplay. Эта версия называлась Enhanced CD-ROM, то есть она выходила на компакт-дисках, что было писком моды на момент ее выхода в 1991 году. Эту версию отличала 256-цветная графика. Как можно догадаться из названия, в этой вариации шахмат фигуры сражались друг с другом, и это отображалось в виде очень красочных и многоцветных анимаций. Также здесь была использованная и улучшенная музыка в виде CD-аудио. Несмотря на то, что обычно квесты выходили в низком разрешении 320 на 200, были и исключения, но с большим количеством но. Игра Amazon Guardians of Eden поддерживала разрешение 140 на 400 точек вместе с обычным 320 на 200, но здесь вас ждал неприятный сюрприз. Игра запускалась в большом окне, но вот пространство для самой игровой графики оставалось таким же. По сути, в большом экране у вас было маленькое окно, рядом экран адвентаря и огромная рамка, на которой находились пустые кнопки, где должны были появляться закладки для доступа к разным главам игры. Весьма специфическое решение, если подумать. Кстати, это часто использовалось в различных компьютерах, которые не особо тянули 3D-графику. Например, на Amiga там достаточно распространено было, когда картинка происходящего занимала только малую часть экрана, чтобы сэкономить ресурсы. Ну, кстати, в Doom тоже была такая настройка графики, там тоже можно было менять размер изображения от полноэкранного, которым, наверное, мало кто играл, то есть обычно все люди играли в Doom, и у них снизу была эта полоса, патроны, морда и ключи. Но также можно было уменьшить размер выводимого изображения до крохотного, чтобы ускорить его, если оно требовалось. От тех же авторов Access Software вышел знаменитый симулятор гольфа начала 90-х Lynx 386 Pro. Несмотря на то, что компания делала очень разные по жанру игры и стала известна в том числе из-за своих квестов, именно их симуляторы гольфа принесли им немало денег и позволили продать всю компанию аж Microsoft. В 1992 году вышла игра Lynx 386 Pro, и если 386 означало процессор, и это понятно, то что касается графики, это была одна из первых игр с трехмерной картинкой в 640х480 и 256 цветами. Но все не так просто, каждая сцена на поле для гольфа должна была отрисовываться заново, если вы меняли угол обзора. И объекты здесь были двухмерными, но тем не менее это было очень красиво. Студия Bullfrog известна многими стратегиями с самыми разными идеями и сеттингами, но их слава пошла с игры Populous. Первый условный симулятор бога, где прямого управления над массами не было. Вторая часть этой игры появилась в 1992 году и во время установки предлагала испробовать себя в низком и высоком разрешении. Да, в 640х480, но всего 16 цветов. Это было меньше, но благодаря увеличенному разрешению все выглядело более чем достойно. Похожий прием они использовали в следующей своей игре, Синдикат. В ней уже была сознательно более стилизованная палитра, чтобы крайне небольшое число цветов не так бросалось в глаза. Вот еще одной стратегической игрой, которая использовала SVG графику в 640х480 и 256 цветов, являлась знаменитая игра Криса Сойера «Транспорт Тайкун». Вышедшая в 1994 году и получившая Deluxe версию в 1995. Отличается она тем, что здесь очень много всевозможных объектов. Кстати, графика здесь изометрическая. И все эти поезда, машины и все прочее двигаются достаточно гладко и плавно. И можно также достаточно плавно двигать все изображение, перемещаясь по очень масштабной карте. Чтобы не уходить от темы стратегии, SimCity 2000 также поддерживала разрешение 640х480. Собственно, это было скорее вызвано необходимостью, потому что это точно так же была игра с большим количеством построек, где было много мелких деталей, дороги, машины, какие-то схемы проводки, канализации, электричества и так далее. Для стратегии это было само собой разумеющимся ходом. Поэтому Максис добавили ее поддержку уже за свою вторую игру. Кстати, первая игра интересна тем, что на 1989 год она поддерживала, наверное, все имеющиеся стандарты графики, включая и черно-белый Геркулес. Если Сатана любит три шестерки, то Бог довольствуется троицей. Поэтому третья игра от Access Software, о которой мы расскажем, это Under Killing Moon. Разработчики решили не только создать 3D-движок, как в Doom, но и переплюнуть его, сделав высокое разрешение и детализацию, которая обязательно в адвенчуре. Пока прочие квесты использовали традиционный пиксельный стиль, или шли по стопам Ниста и седьмого гостя, используя пререндеренные ролики, здесь было честное 3D. Оригональное, текстурированное, с возможностью смотреть вверх-вниз, присаживаться и подтягиваться. Все это работало довольно шустро и с поразительным на то время уровнем внимания к деталям. Если сравнивать с играми, наиболее успешными в части графики, играми вроде Миста и Седьмого гостя, то он их обыгрывал и делал во многом уже устаревшими. Но и на 1994 год жанр авиасимуляторов был еще очень популярен, поэтому тогда в Electronic Arts упускают свой авиасим, посвященный современной боевой авиации, US Navy Fighters. В нем отыгрывался гипотетический конфликт России с Украиной, битва за Крым и тому подобные вещи, которые существовали только в головах сценаристов. Это была техническая и симпатичная игра, предлагавшая сразиться в воздухе на актуальных реактивных самолетах. В игре было 6 пилотируемых машин на выбор, включая F-22 и Су-33. Детальные настройки симуляции, встроенный конструктор сценариев для тех, кому мало того, что было, и также она предлагала выбор настройок графики и разрешений. Можно было менять уровень детализации, включать и выключать текстуры на объектах и поверхностях, и менять разрешение. С утомляющего 320 на 200, до 640 на 480, 800 на 600 и даже 1024 на 768. Правда, без графики кокпита в этом случае. Кому предназначалась последняя опция, неизвестно. Для нее требовалась карта с мегабайтом памяти, что в 4 раза выше, чем нужно для запуска игры в 320 на 200. И можно сказать, что с этого момента, с конца 1994 года, с 1995, уже пошли привычные нам игры, где выбор разрешения и выбор настроек стал стандартом. Вот, ну а какая игра тебя поразила с точки зрения выбора всяких настроек графики, разрешений и прочего? Самая первая, которая тебе запомнилась с этой точки. Если честно, то когда ранние были игры, не слишком обращал внимание на высокое разрешение. Вот я помню, когда компьютер появился, у меня из 3D-игр Doom сразу был и Каманч. Вот я не помню разрешение в Каманче первом. Ну стандартное, 320 тоже. Скорее всего 320 на 200, но... Ну там уже были какие-то настройки графики. Например, Герои Меча и Магии, первая часть, это 1995 год. Она использовала 256 цветов в разрешении 640 на 480. Очень красочно, и на то время это меня очень впечатляло. Ага. Ну честно, если говорить про меня, то из того, что я видел, самым запоминающимся для меня стала, как ни странно, игра Tomb Raider Angel of Darkness. Это игра 2002 или 2003 года. В принципе, она не такая уж и ранняя. Но меню настроек было вынесено мало того, что во внешнюю программу, которая запускалась перед игрой, оно еще было совершенно дьявольски детализированным. То есть там можно было поменять огромное количество графических настроек, буквально десятки. Включить и выключить те или иные опции, фильтрацию текстур, качество поверхностей, нужное соотношение сторон. Кажется, была возможность вывода изображения на несколько мониторов. Но на 2003 год это действительно поражало своей проработанностью. Хотя, конечно, да, это не первый случай. Был до этого какой-нибудь Unreal Tournament, где тоже было, думаю, большое количество настроек, да и куча других игр. Особенно 3D, особенно с крутыми навороченными движками. Но, тем не менее, вот это мне запомнилось. Я бы сказал, что период перехода с VGA графики на более высокие разрешения, он очень интересен. И вот именно в середине 90-х разработчики наконец дождались и, можно сказать, набросились на эти новые возможности и сделали очень много крутых, красивых игр. Да, ну и главное, что у ПК-пользователей появилась возможность все менять и настраивать под себя. И эта возможность сохраняется и по сей день. А сегодня, конечно, она есть и на некоторых приставках, то есть где есть выбор между красиво, но в 30 кадров в секунду, либо быстро, но без дополнительных каких-то эффектов. Тем не менее, именно на ПК возник такой стандарт и есть до сих пор. Чем, я думаю, мы с вами пользуемся. Да, на приставках это существует скорее в виде исключений, как какие-то апгрейды. Ну, условно, Nintendo 64 со своим базовым модулем, который позволял включать дополнительные настройки в играх и тому подобные редкие примеры. Вот, ну что ж, вы тоже пишите в комментариях, какая игра прорубила самое большое окно на вашей памяти, где разница в разрешении действительно стала заметна. Мы будем читать, делать выводы. Ну, на этом у нас все. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас на сервисе Boosty. Там выпуски выходят раньше. Спасибо за то, что оставляете комментарии. Не забывайте подписывайтесь на канал, если вы еще этого не делаете. Ну, а с вами были Virgil и Dimaus. И это был 106 выпуск подкаста Old Games.ru. И увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»